Всем привет куколки и котики. Ну вот мой конечный результат. Салли. Это Зеро. Такая вот эта тусота. А сейчас мы пойдем в Браун Палас. Пить чай. Так, ну вот, вот так вот я сейчас выдержу. Я вам еще покажу, как я вообще выложу. В этих волосах запуталась уже окончательно. Вот такое у меня платье. Сувариши. И вот мы в отеле Браун Палас. Я вам людей не показываю. Все одеты. И вот смотрите, какая Люсика там сверху. Да. И там вот Алсадит. Я просто не хочу чай сервис, потому что вы построили. Так, сейчас у нас возьмут заказ и потом я вернусь. Так, вот Алсадит там. И сейчас я вам покажу, как они здесь все сервируют к этому... Вот так мы пришли здесь для чая. Видите, ситочки для каждого отдельно. Сливки. Взбитые сливки. Масло. И сахар. И вот здесь вот такие чашки. Вот. Сильвервер. И вот так вот мы здесь сидим. Многие очень тоже одеты в другие костюмы. Я особо не буду показывать. Ну, в общем так, интересно. Нас взяли заказ. Мы будем пить... Алблыч пить... Эрл Грей. Черный чай. А я буду ванилу чай пить. С ванилой. И еще нам принесут шампанское. Так что мы гуляем сегодня. Вот так вот. Так, вот нам принесли сервис, что положено к чаю обычно. Вот такие сэндвичи я уже укусила. Здесь туна сэндвич. Еще что-то с яйцом. Еще что-то. И вот такие сконы. Также нам принесли шампанское. Шандон с ягодкой. Вот. Сидим. Бар стоим здесь. Деловые такие. Он такой сидит. Смотрите. Жуйон. Довольный. Вот так вот. Пусочек роскоши, так сказать. Значит, вот эти сконы обычно укушаются вот с этим кремом взбитым или с лимон кастер. Это лимонное сливочное масло и лимонный сок перемешано очень вкусно. И вот мне принесли чай. Значит, вот это все. Вот сейчас показываю, как это работает. Вот сюда это ставится. Принесли мне мой чаек. И вот так вот сюда наливается. Вот так вот сидим. Хотя что-то влетело там все равно. Убиваем чаек. И чаи гоняем. Мой сидит довольный. Плетает сэндвичи. Десерт очень вкусный. В Браун Паласе очень вкусный десерт. Он и обалденный. И все очень вкусно. Пьем чаек. Вот это обратно убирается сюда. Убирается с моими пальцами. Я говорю, что с моими пальцами практически невозможно оперировать с телефоном. Вот все, видите, здесь розодетые ходят. Такие красивые. Вот еще раз я вам покажу, как идет наверх. Здесь бак. Вот это все балконы идут вот в эти комнаты отеля. Я вам еще его покажу. Сейчас мы тогда рассчитаемся. Мы уже закончили со своим чаем. Все, что мы не доели, они нам сейчас упакуют. Чай был очень вкусный. Вот мое произведение. Все нас комплиментами засыпали. Насколько все красиво получилось. Теперь я вам расскажу небольшую историю об этом отеле. Отель Браун Палас был назван, к сожалению, не в честь Молли Браун, которая непотопляемая Молли из Титаника. Хотя она там останавливалась на две недели после того, как она вернулась с этого ужасного рейса на Титанике. Назвали его в часть Кенри Брауна, который владел этим отелем. Так что после этого он называется Браун Палас, коричневый дворец. Сейчас я вам покажу другую сторону, что на другой стороне находится этого отеля. Интересный факт. Вот это здание, которое вы видите старинное. Это Наварро-билдинг. Наварро-здание. И в 1900-х годах это был публичный дом. Дом терпимости. И отель имеет потальные вазейки, потальные входы в подвале снизу с проходом в этот дом терпимости. Потому что очень известные люди, которые останавливались в этом отеле, не хотели быть замеченными, входящими в центральную дверь этого дома терпимости. Вот сам отель я вам показываю. Он был построен из красного гранита и песочного красного камня. Красный гранит добывался в Колорадо, а песочный камень добывался в Аризоне. Он чуть построен был в отеле в 1888 году. Открытый на него где-то ушло 2 миллиона долларов. Что сейчас будет 58 миллионов долларов. Хотя сейчас это здание, конечно, стоит намного дороже. Так как оно расположено прямо в самом центре города. Плюс историческое здание. В общем, в это вложение, что за вложение у него не гарничное. У нас всегда отель пользовался славой у всех знаменитостей. Здесь останавливались такие знаменитости. Виттлз, Брюс Принстон, Тейлор Свифт, Синди Лупер, Роллинг Стоунс, Металлика, Бон Джови и Pearl Jam. А также очень много президентов здесь останавливалось. Допустим, здесь останавливался Клинтон. Здесь останавливался Эйзенхауэр. И он любил здесь свои компании проводить политически. А также здесь останавливалась Большая Восьмерка. По-моему, это было в 90-х годах. Нет, обманывал в 2007 году. Большая Восьмерка останавливалась в Денвере, Колорадо. Тейлор Свифт, Синди Лупер. Значит, чем еще он известен? Известен тем, что это было второе здание в Америке, после как его отстроили. Которое проходило по всем стандартам. И не было пожарообезопасным. В котором находиться было безопасно во время пожара. Потому что дерево не использовалось внутри, в стенах. А использовался пластырь и металлические железные опоры. Так что, если даже пожар бы и случился, то здание бы не загорелось очень быстро. Также используется название... Вот здесь вот я вам показываю. Это все комнаты, люди там останавливаются. Это второй этаж. У здания восемь этажей. В хобби первый этаж и потом восемь этажей зданий. Очень много подземных ходов в этом здании. На всякий случай, если что-то произойдет. Для того, чтобы люди, кто работает, могли безопасно покинуть помещение. А также, кто и находится здесь, можно было бы безопасно уйти. А вот здесь, видите, название комнаты. Каждая комната. Вот это на втором этаже. Каждая комната. И мы заменяли эти комнаты. Тут название уровня ВКОЛОРАДУ. Вот это темно-матрый угол. Нужно все равно рассмотреть. А чем еще известен этот отель? Когда его построили, это было самое высокое здание в Колораду. Значит, стройку начали в 1888 году, а открылся он в 1892 году, когда они построили пышное открытие этого отеля. Также он известен тем, что у отеля очень интересная форма. Он в виде треугольника. И из-за этого считается, что он в 45 градусов треугольник такой. И из-за этого считается, что вот именно где-нибудь треугольник, там очень много привидений. И действительно, в этом отеле произойдутся очень много событий, в которых когда вы погибали люди. И считается, что все эти треугольники сейчас находятся в этом здании, куда они ушли. Даже некоторые ищут, говорят, что увидели. Сама я лично останавливалась в этом отеле несколько раз. И ни разу не видела ни одного поведения, честно говоря. Отель очень спокойный, красивый и безопасный. А первое период несколько дважданов и ресторанов. Значит, это нужно от этих ресторанов. Это по-васу фалес Аймс, данное личное доктором, окрасное дайон и специальное доведение от этого. Это отец справа с специальной указаной, там дознательно, что мы можем дать сегодня. И это очень вкусно, очень недовольственное. Мы не подожди, потому что надо дать следующее, где мы с целого встала, и когда-то есть, я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, я просто целый завтрак, завтрак, обед, и я очень красивый шампанс с шампанским. У них очень вкусный танец, когда-то был буфет. Это мой самый дорогой буфет, потому что там сурится, суши, как вы хотите, они там срегавовали, и еще известны тем, что там был самый вкусный десерт в Денбуре. Сейчас они после известной болезни перестали делать буфет, но пранч также остался. И еще у них есть отель, извините, ресторан Шип Таверн, который открылся в 1934 году, чтобы праздновать конец проходящим, когда изобретили алкоголь. И, оказывается, разрешили обратно в 1934 году. Он открыт с 11 утра до 11 вечера. Также у нас есть Чорчилль бар, это сигар, ланж, где люди могут пойти и викрать сигарету. А в Колорадо вообще запрещено, но вообще-то, по-моему, во всей Америке запрещено сейчас курить в общественном месте. Но сигары разрешены. И люди пользуются этими случаями и оставляют вот эти некоторые места, говорят, что мы курим только сигары, а на самом деле некоторые люди и сигареты курят, конечно. Но вот этот сигарный бар, он есть, Чорчилль бар. Так что туда люди приходят, и там большой выбор вина, алкоголя, пива, и также продают более 60 видов различных сигар. И это происходит во время обеда и ужина. Значит, они открыты. Также вот я вам показала afternoon tea, обеденный чай, или чай после обеда, или high tea еще называется, в лучших традициях выпивания чая. Только один вот этот ресторан, вернее, отель, который предлагает эту experience, такой, чтобы выпить чай по лучшим традициям, как это надо делать. И я вам показала, как это происходило. И это обычно происходит, high tea происходит только по субботам, но он полезен. Так что если вы в Денвере, и вы сидите в субботу, обязательно попробуйте. Эта experience, конечно, этого стоит. субботу. И также можете заказать коктейли, конечно же, там не только чай. И также у них очень известны у них спайсы, которые вы можете получить массаж, facials, и вообще за вами могут ухажнуть, там хорошенько. И здесь как раз таки champagne cascade будет открываться. Это сезон новогодних праздников. Ну, не в новогодних, а рождественских. И также в сезонах. И также в сезонах. У всех этих красивых и красивых праздников и они устраивают большую каскадь шаманского. И празднуют начало сезона в Бравом Паласе. Так что, конечно же, это было бы классно, если бы вы сюда приехали и посмотрели. Но так как некоторые не могут, поэтому я вам все это здесь показываю. Опять-таки, отель был открыт в 1892 году, через 14 лет после открытия Колорадо как штата. Значит, он очень старый. Еще также есть город и в Денвере отель Oxford, но он не такой популярный, как Brown Palace. Brown Palace – это как 4 сезона в Беверли Хиллз. Вот он тоже самое, такое же красивое здание. Здесь, конечно же, очень много бездомных родственников. Это был мой муж, это не был бездомный, но я просто так глянула и вспомнила. Да, очень много бездомных рядом у нас в даунтауне. Вот опять-таки, я вам показываю Навара. Вот это здание снаружи. Публичный дом. Сейчас просто историческое здание. Я не знаю даже, для чего они его используют. И вот эти вот все известные граниты, про которые я говорила. Все красивенько, чистенько. И вот эти снаружи тоже. Так что, значит, сходите сначала в дом терпимости, а потом замолите грехи прямо там же. А потом обратно в отель. Как все удобно. Смотрите. Вот показываю вам угловой этот угол здания. Он такой полукруглый. Но он вообще треугольное здание. Но угол он такой треугольный. Вот это Ship Tavern, который открыли после окончания Prohibition. И вот само здание такое. Треугольное здание. Он как корабль. Очень интересно. Спасибо, мои хорошие, что посмотрели. Спасибо, что ставите лайки. Спасибо, что оставляете комменты. Обязательно оставляйте комменты. Я их всех читаю и стараюсь на все отвечать. И, извините, камера пошла во... Ну, посмотрите за то, какой у нас полчасти, да? Цемент. Муж сказал, давай я тебя сфотографирую. Он вообще меня очень много фотографировал в этот день везде. И мне пришлось камеру опустить. Так что, простите, пожалуйста, я не хотела вам дать головокружение с такой оператор и операторской плохой работой. Очень сильно извиняюсь. Опять-таки, оставляйте комменты. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Вы мои самые любимые куколки и котики. И приходите еще. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok